Добрый день, дорогие любители футбола! 8 на 8 шоу, как всегда, выходит на ваших экранах. И сегодня у меня очень интересный гость, глава Лиги 1, Лиги 2 и экс-игрок Премьер-лиги Гурген Даниилян. Представлял раньше Норвич, но, к сожалению, на данный момент команда этой не существует в Премьер-лиге. О многом постараемся поговорить с вами, как всегда, ведущий Юрий Аракелян. И что ж, начинаем потихоньку наше шоу. Гурген, рад приветствовать тебя. Расскажи, пожалуйста, самый главный вопрос. В Премьер-лиге в этом году довольно-таки много команд снимались. И ты представитель той команды, которая, к сожалению, покинула Премьер-лигу. С чем это связано и из-за каких проблем команды уходят? Да, Юр, спасибо, взаимно. Я тоже очень рад здесь оказаться. В общем-то, ситуация такая, я бы немного уточнил, что я не играл. Я просто был как бы руководителем. Руководитель команды, да. Насчет Норвича, просто, наверное, больше проблема заключалась во мне. Потому что такая ситуация, наверное, со многими капитанами. Потому что один человек является всей, можно сказать, составляющей команды. Да, и в один момент у меня начались там такие вот личные проблемы. И не было гарантии того, что я буду приезжать каждый выходной на матчи. А это, я бы сказал, не 80, может быть, 70% всего. Всей, наверное, мотивации команды, игроков вообще в целом. Отдаваться на поле и добиваться результата. И как бы плюс... Тогда нужно было Норвич переименовать, мне кажется. Гурген Тим, да, сделать? Ну, там была такая тема, что мы тоже так подшучивали иногда. Но, опять же, я над этим думал очень часто. Потому что с этим сталкивались некоторые другие капитаны, которые уходили из Лиги раньше. Но единственное, могу сказать, что наш дубль до сих пор играет. И некоторые игроки Основы, которые совершенно никак не переживали те болезненные времена команды, они сейчас играют, собственно, в дубле. То есть проблем, по сути, никаких с этим нет. У меня дубль, мой друг, близкий очень человек, который руководит команды с начала сезона. То есть пока, наверное, большая, большая часть всех бед, которые была в команде, заключалась лично в том, что у меня не было времени на команду. А есть ли какие-то планы о будущем вернуться в Премьер-Лиге? Да, есть планы. Насчет Премьер-Лиги сказать не могу, потому что мы планируем сейчас выйти в чемпионшир. И здесь встанет вопрос, наверное, о том, насколько мы сможем сохранить всех тех игроков, которые играли у нас, плюс добра и других, и еще состоит финансовая составляющая. Можем остаться в чемпионшипе, если выйдем дублем. Если не выйдем, то будем думать о том, чтобы заявить основу либо в Чешей, либо в АПЛ. Но в целом в следующем году точно вернемся. Расскажи ты, как руководитель, какая разница между чемпионшипом, Лигой 1, Лигой 2, в целом вот этой структуры? Ну, Лига 2, она в целом отличается от всего остального тем, что там дубли играют в основном. То есть, если взять, посмотрите, 10 команд, все дубли. То есть, по большей части я вижу там ребят, которые также приезжают на Анохино, бегают. То есть, там играют те, которым не хватает футбола, да, грубо говоря? Да, совершенно верно. А что касается Лиги 1, то это, наверное, по такой же структуре чемпионат, как чемпионшип, примерно, да, то есть, команды независимые, команды, которые жаждут проявить себя, которые хотят выйти в чемпионшип, и сейчас там заворачивается очень большая борьба за призовые места, и, соответственно, первое, второе место – это выход напрямую, плюс третье, четвертое, когда-то шестое будут играть стыковые матчи. А как ты считаешь, они смогут вообще, команды, которые стремятся к повышению в классе, навязать борьбу, может быть, не в следующем году сразу, но вот так, в перспективу, в длинном, в долгом? Ну, смотри, я пример приведу, Бирмингем, команда из Лиги 1 выбила на шнурбит в кубке. То есть, я не могу сказать, что команда по уровню, прям, ну, уровень АПЛ, да, но я думаю, что в чемпионшипе, если они будут играть тем составом, который вот они возят на матчи, закрепиться, безусловно. Ну, если, например, взглянуть на Лутон, на Скантерп, на те команды, которые сейчас являют, ну, где-то... На Лиге 1, ну, думаешь? Да, это команды из Лиги 1, то есть, сейчас те команды, которые в Лиге 1 находятся на призовых местах, они, скорее всего, в следующем году будут также в призовых местах, чем дальше, я думаю. Окей, давайте немножко будем возвращаться уже в русло премьер-лики, и посмотрим те матчи, которые были сыграны в 22-м туре в этом югкене. Ну что ж, дорогие друзья, вы видите на своих экранах уже то, что вы и без нас, в принципе, видели, но в студии это нужно обсудить обязательно. Гурген, ушла ваша команда после 17-го тура, и довольно-таки многое поменялось за это время в чемпионате. Для тебя есть какие-то неожиданности по этим результатам, которые мы видим перед собой? Ну, я сразу отмечу, что, к сожалению, по новой команде остановил, ничего сказать не могу. Во всяком случае, знаю, что Эвертон при наличии оптимального состава команды очень сильно боевая, и показала она это, например, в матче с Вестхэмом. Согласен, причем, мне кажется, Эвертон не по праву занимает свое место, которое они на данный момент занимают. Вот, что касается Манчестер-Сити-Вестхэм, ну, я слышал, что Сити там начинал в мяченстве, и, как бы, я вот смотрю, там, тублями, хитриками отмечались. Ну, практически все, да, забивали. 6 голов вижу, да. Ну, в общем, я думаю, что это, наверное, больше проблема была в Сити, чем в Вестхэм. Ну, я думаю, и Вестхэм с прошлого тура разозлили, 0-3 поражение от Ливерпуля было, и команда... Это команда, которая держит марку, а то, что они проиграли 0-3 и 1-5 в Лиге Чемпионов, это как раз стало большей неожиданностью и мотивацией для игроков. То есть тут можно сказать, что Манчестер-Сити, при том, что у них были и кадровые потери, и под каток попали, под злой каток Вестхэма. Ну, да, можно сказать, да. Не удивлен победе Тотахэма. Единственное, что могу сказать, что я вижу здесь удивительные фамилии для меня, потому что раньше я их не знал. Вот, то есть, вот, например, проказа, если я правильно читаю, извиняюсь за ошибки, вот, я не знал такого игрока, да, вот, игрок, который вот покер сделал, откидачей, тоже извиняюсь, если что-то неправильно прочитал. То есть я замечал за Тотахэм такую вещь, что часто они заявляли новых игроков, были какие-то у них потери, но в целом приходили равноценные игроки, то есть команда также продолжает. Ну, это дает результат, как мы видим. Давайте уже потихоньку переходить к первому матчу. У нас будет в обзоре Newcastle Cardiff, и уже поговорим об игре именно с видеокартинкой. Ну что ж, Гурген, переходим мы уже к обзору матча непосредственно. Кардив, который, в принципе, скучал по футболу, команда, которая показывает довольно-таки добротный футбол. Как считаешь, ну вот по этому моменту, что здесь было? Пенальти, не пенальти это? Ну, я думаю, что здесь был пенальти. Конечно, спорный эпизод. Почему? Потому что больше на усмотрение судьи, но руками он все-таки подпихивал и забрыгивал. Ну, там же игрок атакующий, получается. То есть, если и арбитры дал такой пенальти, только, как я понимаю, за то, что подсел игрок. А, это был атакующий? Да, атакующий игрок сверху набегает. Ну, спорный эпизод, если честно. Я не возьмусь брать ответственность на себя за такие вещи. Потому что, кстати, было бы, наверное, судим матча, но я не знаю. Спорный эпизод. Соглашусь с тобой, соглашусь. И мне кажется, что в большинстве моментов такое в штрафной не свистится. Это, на мой взгляд, опять же. Смотрим мы, что Абеев Джиргал забивает, ну, один из лучших игроков Нью-Касла. Ну, вот, собственно, все атаки через 10-го номера и строятся. 2-0 Нью-Касла уходит вперед. Что можно сказать по Сорокам? Ну, это коллектив, который всегда играет с настроением. И перехлестывает, бывает, у них настроение, эмоции. Но это и помогает им выигрывать матчи у сильных соперников. Коим Кардив, конечно же, является. Если бы тебе сказали, что такой результат сложится после этой игры, ты бы поверил или нет? И кто для тебя был фаворитом в этой встрече? Ну, я бы удивился, наверное, счету 6-3, потому что все-таки как-никак разгромный счет. Ну, относительно. Ну, относительно, да. Но, опять же, Кардив команда, которая на первый год показывает прекрасный комбинационный футбол, да, и практически в каждых матчах Кардив фаворит. Ну, хотя бы в люминальной фаворит встречи, да. Вот, но единственное, я могу сказать, что Нюкасов по сравнению с первым кругом очень-очень сильно прибавил, и, насколько я знаю, усилился. И сейчас команда показывает один из самых лучших футболов в Англии в плане того, что они сыграны очень, взаимопонимали, на очень высоком уровне. Но, да, мы видим сейчас ошибку вратаря, Иван Чебуков, Женя. Я не первый раз от них, кстати, такое вижу. Вот, но вот такое бывает, конечно. Я думаю, что все же я бы удивился, если бы узнал, что 6-3 выиграл Нюкасов, но, знаешь, я бы приятно удивился. То есть, как бы для меня это немножко неожиданно, но я думаю, что они эту победу засужили целиком. Согласен с тобой, и стоит отметить, что Кардив, в принципе, играет довольно-таки энергозатратный футбол. Команда старается прессинговать на чужой половине уже соперника, и не всегда, ребят, может быть, хватает, что ли, на весь матч. Но при этом мы видим, что по ходу всей встречи Кардив проигрывал. Отметим, конечно же, не совсем такую, наверное, лучшую игру галкипера Кардива. Ну и ребята здорово разбирались на падении Батор, да, который, по-моему, три мяча в этой встрече забил. Здесь двумя разобрался, убрал под левую и, в принципе, по ушам, да, так по футбольному, как говорят, пробил. Очень технично. И, в принципе, заслуга игроков на падение в этом смысле тоже никто не умаляет. При этом Кардив уступает довольно-таки важным матчам. И мне кажется, что коллективы, в принципе, равны между собой, если так Нью-Касл и Кардив ставить. Но при этом Нью-Касл вот за счет того, что использовали свои моменты, и где-то вратарь не выручил, одержали важную для себя победу. Возвращаемся в студию и обсудим еще немножко по этой игре, а потом уже по старой доброй привычке перейдем к следующим матчам. Гурген, как ты считаешь, Нью-Касл, ну, в принципе, ни шатка, ни валка шел по дистанции всего чемпионата. Сейчас команда практически не проигрывает, да, и команда одна из тех, у которых нет даже в графе вот этого красного квадратика. Насколько команда готова к тому, чтобы, может быть, в этом сезоне шагнуть в сторону Еврокубков или же в следующем году даже побороться за чемпионство? Ну, давайте отметим сразу, что Нью-Касл уже играл в Еврокубках, да. Хоть и неудачно относительно для команды сложился этот период, тем не менее, можно сказать, что если опыт был, значит, команда имеет определенные преимущества по отношению с теми, у кого его не было. Соответственно, сейчас Нью-Касл, я так понимаю, рвется вот туда и имеет некие шансы, потому что сколько осталось до конца чемпионата? Ну да. То есть шансы имеет и в целом показывает очень динамичный, хороший комбинационный футбол, плессингующий, атакующий, то есть почему бы и нет. Кардив будет в Еврокубках с такой игрой? Ну, сейчас Кардив, наверное, испытывает не самые лучшие времена. Здесь еще в чем проблема, я так понимаю, что Кардив не играл в 2-туро подряд. Да, ребята соскучились по футболу. Да, это тоже, наверное, сказалось, потому что у нас тоже была такая ситуация, мы не играли 2 недели, пришли. Ну а ты можешь сказать, что это все-таки, вот мы знаем профессиональные команды, мы говорим, да, то, что кубковая встреча, да, если сейчас брать «Спартак», когда играли там остальные ребята, можно ли говорить о любительском футболе, то, что ребята тоже выбиваются из ритма игрового, и потом сложно попасть в тон, чтобы по дистанции двигаться? Ну, сложнее почему, потому что у профессиональных футболистов есть тренировки, есть определенные цели, которые, да, там, отрабатываются на тренировках, там, какие-то практические моменты. Я знаю, что Женя Кривокин эти моменты со своей командой проводит, потому что как тактик он очень хороший, как капитан он замечательный, я думаю, один из самых амбициозных таких корректанов в нашей лиге, и в целом во всем мире, да, вот, но я, опять же, очень симпатизирую этому коллективу, я считаю, что у команды есть шансы, и я думаю, что шансы немаленькие, поэтому если они сейчас найдут свою игру, волну поймают, войдут в тонус, то почему бы и нет? Я думаю, что как раз-таки между Ньюкаслом и Кардиффом вот эта вот борьба будет разворачиваться за Еврокубки. Принято, давайте теперь перейдем к матчу Темза от Доттенха. Ну что ж, переходим к матчу Темза-Тоттенхем. Тут стоит отметить, что наконец-то Николай Гордеев добился от игроков, чтобы они отмечали, наверное, даже от капитанов, чтобы они отмечали тех людей, которые приезжают и попадают в заявку. И действительно, на этот матч было приятно смотреть, потому что, ну, все ребята вышли как минимум в одинаковых формах, да, и картинка телевизиона у нас становится очень приятная и интересная. Гурген, твой взгляд по поводу этой игры, по поводу конечного результата? Ну, я скажу, что не удивлен, честно говоря, потому что, ну, Тоттенхем очень опытная, очень мастеровитая команда в плане, как и командной игры, да, как и индивидуальной способности, да, когда ты сказал, опытная команда, да, такой привоз сразу защитник сделал, и пропустили еще более курьезный гол. У нас все бывает в любительском футболе, вот они пропустили гол и еще забили 8, да, то есть, ну, говорит о том, что, единственное, да, вот я о чем хочу сказать, о том, что Темза очень сыгранная команда между собой, очень давно они играют, с первой лиги команда каждый год поднималась и дошла до высшей, сейчас занимают, в принципе, то место, где должны находиться, но... Откидач Никиты, которого ты не знал, собственно, вот можно познакомиться по картинке. Ну, что сказать, нет, я не удивлен результату, просто Темза, мне кажется, немножко, но по всем параметрам просто уступает этому игре. Ну, смотри, вот какая динамика, да, какая игра, ну, приемов, конечно, немного, но... Да, накосячен, но динамика игры просто, вот, в отличие от Темза, я думаю, что Тоттенхем просто понимал, что они делают, вот, диагональ, передача, сейчас начинают играть в пасс, то есть, команда полностью на пассе держится. Ну, и что еще хочешь отметить, то, что команда, в принципе, старается играть в одно-два касания, да, и то, что, в принципе, редкость, и как выводят игрока на ударную позицию, здесь, конечно, большие вопросы к защитникам Темза, которые оставляют эти участки поля, где совершенно один оказался Евгений, да, Монжола, который, собственно, и сделал счет 2-1 на 27-й минуте. Отметим футбольный счет, да, изначально, который сложился по исходу первого тайма, всего лишь 2-1, и команды пошли отдыхать. Хотя, если мне не изменяет память, и третий Тоттенхем успел забить, тут отмечаем тоже передачу, да, такая передача, игрок играет на, опережает защитников, забивает, твой любимый игрок, да, уже Тоттенхема, насколько я понимаю, его ты уже запомнишь навсегда. По ходу встреч, как считаешь, эта Темза открылась и пошла отыгрывать тот дефицит мячей, или Тоттенхем во втором тайме еще прибавил и стал забивать еще и еще. Ну, смотри, какая ситуация. Вообще, само по себе, Темза славится тем, что команда играет сугубо воронительный футбол, и в основном делает это второй номер. Вот, соответственно, как бы проигрывали 3-1, видно, что они начали раскрываться постепенно, постепенно, да, то есть сначала вроде как не хотели, а потом поняли, что вариантов нет, потому что один шутит в атаке, да, ну что он сделает. Вот, и постепенно команда начала раскрываться, и пошли вот эти свободные зоны, а как-то Тоттенхем команда в целом зрячая, они вот эти свободные зоны быстро увидят, туда-дадут пас, игрок просто забежит, и все, и 2-0, потом пас надо уступил. Мы, я так, по предыдущим играм Тоттенхема говорил, тем не менее, да, вот мы видим. Ну, что, что, а его мальтина? Ну, Темза, да, согласен, Темза в основном за счет дальних ударов, за счет того, что где-то, может быть, и расслаблялись игроки. И имущество, да, и вот уже пошла вот эта игра, что команде нужно отыгрываться, Тоттенхем сейчас просто затворится от своего оппонента на ошибках, вот, и все, я думаю, что совершенно заслуженно и плюс уверенно. Даже несмотря на то, что счет был 3-2, просто спокойно держит, одно касание, одно-два касания, смотри. Согласен, в принципе, Гурген у нас играет роль Валерия Карпина на Матч ТВ, да, и мы сразу же переходим к следующей встрече. Астон Вилла играла с Севертоном. Ну что ж, перешли мы к матчу Эвертона-Астон Вилла. Гурген, ну ты уже сказал, да, то, что ты не совсем понимаешь тот футбол и ту команду Астон Вилла, которая вновь пришла в чемпионат по Эвертону. Может быть, какой-то более подробный разбор, потому что видно, что ты разбираешься в чемпионате и знаешь лидеров команд и игроков, которые делают игру отдельно взятой команды. Ну вижу Харчагина, это уже плюс 100, наверное, Гея Эвертона. Вот, хотя, конечно, совершить немного неоднозначный игрок в плане поведения, бывают такие некие всплески. Вот, но в целом вижу Алексея Перепелкина, вижу Дмитрия Перепелкина. Ну Алексей Перепелкина и Сафонов, да, в принципе, сейчас увидел. Довольно-таки здорово, когда показал желтую карточку за фол. Причем дал продолжить атаку, она не получилась, да, сбился с темпа атакующего футболиста и совершенно верно назначил отложенный фол. Ну вот, 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 вот. Ну, в принципе, все те же игроки, которые выиграть на результат делают, да, Перепелкин, Харитонов. Да, про Диму, да, про брата, который играет в нападении. Да, естественно. А, вот, кстати, интересно, что в предыдущих матчах, вот, Селтик, когда выиграл Виллу, по-моему, два или три гола они забили со стандарта, как раз, со штрафного, вот, мы видим. Ну, там даже не стандарт, там, скорее, воротарь, а неправильно выставлял стенку и привозил, а тут рикошет. Ну, это да. Ну, тем не менее, два гола со штрафного, это уже, как бы, показывает, что... Есть кому пробить. Да, 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 ну, вот. Как считаешь, за счет чего Эвертон выиграл у Астон Виллы, хоть о ней, да, в принципе, мало что можно сказать на данный момент тебе, потому что ты не знаком с этими ребятами, но мы видим отрывки, да, и, в принципе, ребята неплохо обороняются, но здесь класс, вот в этом моменте, мне кажется, определенно сказался класс Дима Перепелкина, который уже, вроде, ему и перекрыли, да, момент для удара, и мы видим только вот верхом, да, и только верхом, в принципе, мяч и проходил в ближнюю девятку. Ну, сыгранность, как минимум, да, почему-то, потому что команда уже третий год здесь играет, если не больше, вот, и, как бы, они понимают друг друга, и даже иногда делают передачи чисто, вот, на истинку, то есть, вот, как бы, играл, должен там находиться на этой позиции, они туда дают, и чаще всего оказывается, что он там и находится, быстро-быстро, пас-пас-пас, и уже ребята штрафно. Ну, и плюс, вот, постепенно мы видим, да, какое давление... Набирает обороты, безусловно. Гурген, хотел бы у тебя спросить тогда такой момент, на твой взгляд, если Эвертон сохранит этот костяк... Костяк не получит. Да, неплохо убрал в центре, если Эвертон сохранит костяк, ну, и, может быть, в защиту или опорного добавит хорошего игрока, может ли эта команда рассчитывать в следующем сезоне на что-то большее, чем сейчас есть у Эвертона? Ну, я думаю, да, вообще, в принципе, то, что сейчас есть у Эвертона, команда может уже рассчитывать на что-то большее, потому что начало этого сезона не задалось по причине того, что команда просто не сыграла состав. То есть, например, если вспомнить игру, когда они в большинстве проиграли картифу. То есть, да, у них там был неоптимальный состав, тем не менее, они играли в 7-8 на 7 и проиграли. Мы удлились проиграть этот нож. Они вели там 2 или 3-1 и проиграли его, да? Ну, то есть сейчас у Эвертона практически на каждую игру проезжает более-менее интересный, сильный, оптимальный состав, вот, и я думаю, что даже при наличии такого состава с следующим годом побороться за европейские игры. То есть, ты считаешь, что если Эвертон будет стабильно приезжать на игры, то команда, в принципе, и таким составом готова бороться за... Да, я показывал практически каждый год, я не знаю, в курсе или в курсе, многие, в общем, практически каждый сезон Эвертон, в конец, ну, как сказать, наверное, ко второй половине чемпионата был где-то вот на месте, там, 10. Ну, собственно, когда сейчас и было. Да, вот, и потом в втором круге команда начала набирать, я помню, еще 2-2 год назад, там у них была серия 9 побед подряд, то есть команда подрубалась, быстро находила свою игру и просто мало того, что уходила из зоны, так еще претендовала на игру. Ну, тоже какая-никакая стабильность, согласись, Корчагин Георгий, мы видим, да, местный терминатор, забивает его за голом, и мы возвращаемся в студию, чтобы разобрать уже непосредственно таблицу, примеры. Ну, что ж, обсудили мы практически все матчи, которые были сыграны в этом туре, в премьер-лиге 22-м туре, и давайте, дорогие друзья, обратим внимание на таблицу, которая сейчас появится на ваших экранах. Гурген, расскажи, на твой взгляд, неожиданности, где бы был Норвич, если бы он остался? Неожиданности, в принципе, нет, единственное, вам кажется, что Селтик на четвертом месте, это для меня немножко удивительно, а Карти скатился, да. Ну, Селтик посыпался немножко, то есть два тура буквально команды не было, были такие проблемы, и, кстати, вот если смотреть, у Норвича еще где-то там на горизонте видится ничей, ничейечка. А, ну, это как раз был НЧС Иверхн, у нас последний. Ну, мы, кстати, самое интересное, не играли уже сколько, 5 луров, 6, 5, и мы еще не попали в зону вылета, и пока я даже не вижу никаких. Ну, еще минимум два матча до вас, чтобы попасть в зону вылета. Ну, да, поэтому, что касается, если бы мы остались, ну, я не знаю, почему, потому что у нас, например, тогда, когда мы выходили еще, да, в Угрусс мы снились, у нас были такие матчи, мы играли с Селтиком, выигрывали тренинг после первой таймы, проиграли игру за 10 минут, пропустив 4 мяча. Таких матчей было немало. Вот, я думаю, что у нас еще психологическая проблема была в команде, и мы проиграли Сити совершенно дурацким образом. Вот, я не думаю, что мы бы поднялись высоко, может быть, вместе на 11-10 максимум. Ну, то есть предел Норвича – это середина, да, таблица может быть плюс-минус, чуть ниже. Ну, что ж, дорогие друзья, обсудили мы Премьер-лигу, и теперь по старой доброй традиции перебираемся мы в чемпионшип. Гурген остается, но еще один гость из чемпионшипа у нас, как всегда, подсядет. Ну, что ж, дорогие друзья, мы, в принципе, никуда не уходили. К нам только пришел еще один новый персонаж нашего шоу «8 на 8». Евгений Максимов – завсегдатый чемпионшипа, игрок, фантазиста футбольного клуба «Вимблдон». Жень, как настроение, как дела, и что с «Вимблдоном», какие планы? Здравствуй, настроение отлично, все отлично, хорошо. У «Вимблдона», если судить по результатам, огромный, невероятный космический прогресс. Мы много проигрывали, мы до места сыграли в ничью. Ну, если серьезно, как, мы неплохо настроены. У нас остались такие достаточно интересные матчи с большинством сильных команд чемпионшипа. Мы уже сыграли, и не очень удачно во втором круге, поэтому нам сейчас надо выигрывать. Матч с «Кристалом» и ничья, она для вас как победа или все-таки как поражение, исходя из того, как складывался матч? Исходя из того, как складывался матч, наверное, ни туда, ни сюда. Там на самом деле могло быть все, что угодно за последние 10-15 минут. Окей, а ничейный счет, он отражает то, что было на поле? Отражает то, что происходит в «Вимблдоне» в последнее время. А, то есть пропускает трех в начале, а потом как пойдет. А потом карабкается, да? А потом карабкается. Вот мы накарабкались на ничью. Гурген, ты видишь рост и потенциал у «Вимблдона»? Ну, я вижу, знаешь, что у «Вимблдона» такие волнообразные. Американские горки? Ну да, типа такого. То есть, как бы у команды вроде все нормально, начинали за здравие, да, как говорится. А сейчас, надеюсь, закончат тоже за здравие. Потому что середина сезона все-таки немножко просеяли. Дачно-брачный период, да? Ну, можно и так сказать, да. Проблемы были, но сейчас видно, да, что сейчас прибавляют. Ты знаешь, когда вот уже подпирает, что сейчас вот видим, да, таблица, если будет она у нас, мы увидим место «Вимблдона» и понимаем, что команда сейчас будет делать все, чтобы остаться. Ну, а если что, ты заберешь их к себе? Я сам туда пойду. Давайте посмотрим результаты этой недели в чемпионшипе и обсудим с ребятами. Ну что ж, ребят, самый главный вопрос, если смотрели прошлый выпуск, где игроки Лутона пообещали за победный гол, кто забьет с Кантропу бутылку чего-то интересного. Ваше мнение, это неожиданность, действительно? Ну, для меня было очень неожиданно, когда увидели результат, и казалось, что, может, прикол какой, а в итоге потом мы поняли, что просто с кем-то поднаграл состав, ребят все объяснили, с того, что мы наконец-то пучковались, купировались, и, наверное, это тот успех, который для них закономил. Как считаете, если в каждой передаче кто-то будет мотивировать таким образом команды, может быть, и в целом чемпионшипы сильнее премьер-лиги станет? Ну, если не сопьются, то да, в общем-то. Согласен. А что еще можете выделить по результатам прошедшего тура? Неожиданности или, может быть, где-то команда сыграла слабее, чем вы ожидали? Ну, лично для меня удивительно, что наша любимая команда Чарльт выиграла с таким большим счетом у Лиги Синнайтеда, и я не представляю, что не должно было происходить, чтобы Лиги Синнайтед пропустил в десятку. Это, конечно, очень здорово, и тут уж что сказать, молодцы, ребята. Гурген, вижу, ты хочешь пару слов сказать. Ну, там есть такая штука, смотри, кто забил за Саунгемптон. Анти, видишь? Да. Знаешь, кто это такой? Нет, расскажи. Ну, это один из самых топовых игроков ЛФЛ, один из самых лучших за приезд, по-моему, получает Сильвич ЛФЛ, насколько я знаю. Он там отметился голым и двумя голами, и передачей. Вот, не хочу сказать, что, конечно, он воин, но судя по тому, что там сейчас что-то 8-7, то была такая война, я бы сказал, да, то я думаю, что как бы он непосредственно принял очень-очень-очень огромное участие. Если я не ошибаюсь, что это как бы тот самый Анти, но судя по тому... Ну, когда он находил, люди заметили, что, в принципе, в кармане у него было 7 тысяч рублей, как ты и говоришь. Так что, скорее всего, это был именно он. Давайте потихоньку уже переходить к обзорам, потому что эфирное время, к сожалению, ограничено, и первый матч у нас на повестке дня – это Лутон-Лестер. Ну что ж, ребят, два мастодонта чемпионшипа рядом со мной. Я предлагаю, чтобы вы и разобрали, собственно, эту победу Лутона над Лестером со счетом 4-1. На мой взгляд, ничего необычного от такой победы нет у Лутона. Дело в том, что, судя по двум матчам, что я успел сыграть против Лутона, могу сказать, что это такая команда, которая и сама играет, и другим дает. И тебе не кажется, что они показывают на поле что-то экстраординарное? Это как хорошая девушка, да? Она и сама играет, и другим дает. Да, но при этом вот ты выходишь и понимаешь, что тебя этот Лутон только что... Навозил. Навозил. Вот мне кажется, здесь с Лестером проходит сейчас то же самое. Не видно, что там что-то невероятное показывало Лутон. Лутон просто играет в свой футбол, тихонечко там забивает свои игровые, ну и заодно и не обидели Лестера. Но при этом Лестер-то довольно-таки неплохо смотрелся в предыдущих турах. Ну, в предыдущих турах, в одном из предыдущих туров он неплохо смотрелся против Думирового Мулдуана. То есть, вы хотите сказать, сила сопротивления все-таки играет очень большую роль? Конечно, конечно, конечно. Кстати, с Лестером было тоже не очень сложно, но вот мы тоже как-то... Как они в этой встрече будут, они тоже вот такие, ну, на самом деле... Ну, отдавать игры вообще не очень сложно, в принципе. Иногда бывает. Гурген, твое мнение по матчам? Ну, Лутон, в принципе, еще в прошлом туре показал, что команда обладает очень высоким классом, в плане того, что, например, Честерфилл, да, много моментов реализовал, но Лутон все-таки выиграл. Это говорит о том, что команда все-таки конь игру класса имеет. Лестер вообще для меня это самый первый претендент на рулет в этом чемпионате, да, несмотря на то, что они там в последнее время несколько очков одержали, вроде как выкарабкиваются, но тем не менее не вижу в игре команды какого-то рисунка, что ли. То есть, ну, не знаю. Лутон совершенно заслужен выиграл, я даже не знаю, почему они забили все-таки четыре. Ну, может быть, собрались, но, опять же, для меня Лестер претендент на рулет. Окей, принято, разобрали матч от и до, по косточкам ребят разложили. Давайте сразу переходить уже к матчу, который Женя будет непосредственно интересен. Матч Уимблдона против Кристал Беллз. Ну что ж, Женя, ваш матч. Рассказывай, что интересного было. Ну, интересно, что мы поддержали свою традицию. Как я и говорил, соперник сделал буквально сразу с первой минуты, видно, по-моему, все одни секунды прошло с момента начала матча, и ребята сразу нам закинули красоту, в стиле Анфиарси, видимо. Согласен. Потом будет этот гол печатать на Марк. Да, очень хорошо. Где-нибудь в стране на Анохинах. Хотелось, да, аплодировать, но он цвет футболки не выставил в этот момент. Ну, и здесь тоже, сейчас говоря, ну... А первый гол можно по фамилиям? Чья позиционная ошибка была? Все-таки идет диагональ на метров 30. Там персональная опека должна быть от Миши Шефера. И самое-то обидное дело в том, что он будет очень хорошо разбираться. Он сам занимается тем, что ставится на игру в обороне. И так же получилось, что... Это то же самое, если бы Каррера вышел в составе Спартака и привез гол, да? Да, да, да. Причем в центральной защите, там, в центральной зоне защиты. Ну, как раньше Макеев любил. Мы ходим. Ну, а, собственно, у нас получилось быстро ответить. А потом мы опять принялись за то, что, в общем-то... В догонялки играли. Да, да, да. Зачем-то удали опять сопернику менять. Зачем-то позволили, да, дважды просто очень легко закончить их атаке. Взять немножко пород. Ну, а потом, получается, Бакара тайма занимались тем, что каким-то образом бодались с Битл Кэллсом. Но, кстати, надо сказать, что Битл Кэллс и были моменты, то есть они могли увеличить счет. Они своими моментами не воспользовались. У нас-то как-то немножко это по удаче не получилось. Хотя, учитывая конечность наших атак, два гола за Бакара тайма маловато, честно говоря. Вообще, в принципе, наша проблема, что мы стали мало забивать. При том, что мы вроде как думали, что да, в начале сезона нам говорили... Может быть, вам попробовать с таким успехом Шефера в нападение привести, чтобы он для нападающих ставил игру? Ну, не знаю. Не знаю. Он же тогда будет их тоже держать, и наши тогда нападающие будут держать шлюх защитников. Ну, атака, она же начинает... То есть оборона, она с атаки же начинается? Может быть, не знаю. На самом деле, с меня на поле интересная история. Я, например, два с половиной года играл в защите практически без вывозки. Ты только начал играть впереди, и это так приятно. Может быть, и мишки будут что-то... А приятно это больше для кого? Для вас или для соперника? Не знаю, как для соперника. Я там бегаю, улыбаюсь и шучу все время. Не знаю, как для соперника. Мне точно приятно. Мне вот прямо, я чувствую больше удовольствия, потому что, ну, ты когда сзади смотришь игру, ты не столько в ней принимаешь участие. Согласен. Ну, вообще, вид сзади, он всегда менее интересный, чем спереди. Разобрали эту встречу. Гурген, твои пару фраз еще, и уже переходим к крайнюю матчу Барресли-Часта. Ну, я, наверное, выскажусь относительно Кристалл Пэллс. Мы видим, что Болгов оформил хитрик. В прошлом матче забил победный Болсток, в позапрошлом матче победный был Лестер. То есть, ну, игрок сейчас лидер команды, да, и... То есть, если бы он был на спортсцентези, то бы он был в огне сто процентов? Ну, я думаю, да. Думаю, да, в огне был бы, как минимум, точно. Нет, но Кристалл Пэллс сейчас очень-очень-очень сильно прибавил. Мы видим, как Саид взялся за команду, да, и делать результат, в принципе, я думаю, что могли победить, но ничья в Болгон, наверное, наигрался на этот очко, скажем. Окей, принято. И давайте быстрее, потому что эфирное время уже подходит к концу, Барресли-Честер. Барресли-Честер играли у нас в этом туре еще. Гурген, знаю, что ты не особо, да, эти команды разбираешь, и не особо владеешь информацией. Жень, твое мнение по поводу победы Честера в этом туре над Барресли? Для меня, по крайней мере, у меня как стереотипники существуют по поводу Честера, что это прямо остро атакующая, веселая команда, то есть они могут как очень удачные матчи в серии, то есть удачных матчах, так и где-то неожиданно провалиться. Честно говоря, там счет, по-моему, 3-1, да? Да. Честно говоря, мне кажется, победа абсолютно в стиле Честера, то есть забить много, надавить. Видно, что моментов у них достаточно много возникает во время игры. Вот, Барресли для меня немножко команда загадка, потому что мы дважды-то с ними так и не сыграли в чемпионшите. Один раз техничка была, второй раз все перенесем, когда до сих пор у нас еще матч в долгу перед Барресли. Не знаю, ничего не могу сказать по поводу этой команды, но вот сейчас видно, тут какие-то эпизоды идут, ну, пока не очень. То есть не особо владеете информацией про соседей по турнирной строчке? Да, да, но видите, мы же не думали, что это будут наши соседи, которые вернулись. А вы с этажом, извините, ниже или выше собирались? Мы, естественно, намеревались быть намного выше этажом. Может быть, даже... На пару уровней, да, да. Не, на самом деле, все равно видно, что Честер ведет свою игру и в том стиле, в котором они привыкли, атакуя много, красочно, красиво и достаточно так, даже где-то, наверное, злодейски. Мне кажется, здесь как раз нет ничего необычного ни в результате, ни в позиции игры. У Честерфелда получится, как считаете, прыгнуть выше четвертого места? Ну, не то, чтобы получится, не получится, мне кажется, что они свой момент упустили. У них вот был какой-то такой спад по результатам в середине сезона, и, мне кажется, вряд ли. С учетом того, что в игре на это время возникают организационные проблемы, вполне может быть, что это еще раз сыграется неплохой, ну, лучше. Они же до старта котировались как претенденты. Как самые главные претенденты на первом месте. Действительно, они это все оправдывали в начале, если можно. И сейчас по игре в самом деле, что мы молодцы. Они хоть, может быть, там, и, как ты говоришь, без рисунка, там, и все, но они зато, они вот, они... Они хотят... Да, они сами чувствуют игру. У них нет какого-то... Ну, такое ощущение, что у них нет какого-то заранее придуманного плана, но они просто выходят и прямо... То есть импровизируют, да? Да, да. Об этом мы хотим сказать. Что ж, дорогие друзья, в принципе, обсудили мы все матчи в чемпионшипе, и сейчас быстренько к табличке пробежимся взглядом, с ребятами обсудим, и уже будем закруглять наш эфир. Ну что ж, парни, самая сладкая турнирная таблица, и, наверное, интрига уже разгорается и в борьбе за чемпионство. Если раньше ребята приходили в туры 4 назад и говорили, что Скантерп уже чемпион, то теперь улутана игра в запасе, это на крайней, да, так, если посчитать, 59 очков, и уже разгорается интрига за то, кто займет золотую строчку, первую, и выйдет в премьер-лигу. Второе место, безусловно, тоже у нас попадает в премьер-лигу, но тема интереснее. На ваш взгляд, что интересного, какие подвижки, кто куда пойдет, ну, не учитывая то, что Уимблдон собирается на лифте повыше забраться. Ну, во-первых, мне, например, я давно не видел табличку. А, собственно, поэтому тебя и пригласили. Нам сказали, что у тебя проблема с интернетом, и мы пригласили, чтобы ты хоть тут и увидел. Короче говоря, хочу сказать, что необычно, неожиданно для меня место стока. Я думал, что сток все-таки повыше как-то находится, но они сейчас, получается, проиграли две игры. Мне кажется, что если все-таки соберутся на конец сезона, то, наверное, сток все-таки будет в тройке видео. Это не потому, что я не верю там глиц, или не хочу верить таблицам. После 10-0 Чарльт не внушает доверия, да? Да, держит их какой-то в 10-0. Конечно, они же в прошлом году, они вообще без поражения вторых двух прошли. По-моему, они в этом году намереваются повторить такую же историю, потому что они тоже высоко забрались. Тут другая история. Гурген, буквально два слова по таблице и завершаем уже эфир. Ну да, Чарльтон сейчас находится на четвертом миссии. Мне это очень удивительно, потому что еще только 10 назад они были на четвертом с конца. То есть, так же, как сказал Женя, в прошлом году повторяют прошлогодние достижения. Сток также непонятный, где сейчас находится. Ну, я считаю, что скантер чемпион все равно. У них с утра есть еще и градусы? Я не помню, но, по-моему, у них еще будет матч, да? Я думаю, что они все равно чемпионы. То есть, ты проплаченный. Мы поняли, ты проплаченный. Что ж, дорогие друзья, пора уже завершать наш эфир. Гурген, Женя, спасибо большое, что пришли сегодня в эфир. Юрий Аргелян был с вами. До следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова